Появится Центр одаренных детей. По инициативе президента Владимира Путина подобное создается по всей стране. Тульский будет на базе областной детской музыкальной школы имени Райхеля. На этой неделе там побывал глава региона, пообщался с ребятами и подарил набор музыкальных духовых инструментов. Надежда Милехина продолжит тему. Их голоса звучат в унисон победители всероссийских и международных конкурсов. Этим мальчишкам и девчонкам по 10-12 лет они уже неоднократно выступали на сцене Мариинского театра в Кремле в составе детского хора России под управлением известного дирижера Валерия Гергиева. Были даже на открытии Олимпиады в Сочи. Каждодневные репетиции было очень тяжело, потому что мы приезжали в отель 2 часа ночи, а вставать надо было в 6, и было достаточно сложно. Но эмоции, которые мы получили, это незабываемо. Не оставило равнодушным пение ребят и Алексея Дюмина. Как вы поете, честно хочу сказать, что захотелось с вами встать и исполнить песню и уносить меня от белых коня. Губернатора знакомят с юными талантами, которых воспитывают в Тульской областной детской музыкальной школе имени Райхеля. Здесь есть не только хор, но и свой духовой оркестр. Ребятам под силу виртуозно исполните военный марш и джаз с классикой. В этом году оркестру исполняется 30 лет, а два года назад он нашел десятку лучших детских духовых оркестров России. От фонда «Перспектива», который создан по инициативе губернатора, школе дарят профессиональные духовые инструменты. Тромбон, саксофон, волторна, барабаны. На них ребята смогут в очередной раз сыграть на международном фестивале «Спаская башня» в Москве. Его создателем был Валерий Халилов, руководитель ансамбля имени Александрова. Грандиозное событие для детей – это вообще на всю жизнь. И каждая поездка, а это вторая поездка в этом году у нас была, она откладывается определенным воспоминанием, в каком смысле, уровнем исполнительским. Талантливых ребят регион будет поддерживать, обещает Алексей Дюмин. Лучшим в хореографии, изобразительном и музыкальном искусстве губернатор вручает очередные гранты от правительства региона. Директор Игорь Лукопров в свою очередь предлагает на базе музыкальной школы создать центр одаренных детей. По инициативе президента Владимира Путина подобные центры создаются во всех регионах. Тульская область в стороне не останется. В школе смогут заниматься не только юные тулики, но и ребята со всех районах области. Возможности для этого есть. Алексей Дюмин идею поддерживает. У нас есть хорошие связи с Москвой. Мы можем пригласить любых талантливых профессионалов, вплоть до Дениса Мацуева, для того, чтобы они показали некоторые... Есть двухнедельные курсы, учения, сертификаты получаются. Кстати, Равдлугин на меня выходил. Знаете, да? Знаете, сделал училист. У него есть желание приехать с своим коллективом и сделать мастер-классы. Что касается школы одаренных детей на базе вашей школы, эта идея, она актуальна и действительно интересна. Я даю поручение министру культуры проработать этот вопрос. В будущее нужно вкладывать. Это понимают региональные власти. В Туле уже создан детский технопарк «Кванториум», где воспитывают будущих технических гениев. Теперь появится и кузница талантливых музыкантов. Надежда Мелехина, Роман Тюкин, Первый Тульский. Уровень безработицы в Тульской области за год снизился на 13%.